Дорогие друзья, добрый день! Как выбрать доверенного врача? В клинике медсервис существуют программы под названием личный врач. Для чего это нужно? Обычно, когда человек приходит в больницу в первый раз с какой-то проблемой, ну это всегда старое, во-первых, это больно, это страшно, это совершенно незнакомое место. В данной ситуации, когда вы будете знать, что у вас есть здесь знакомый доктор, ваш доверенный, ваш личный врач, то всегда можно будет перед этим с ним созвониться, и он вас будет уже ожидать. Кроме этого, прежде чем начать работать с пациентом, такой врач доверенный всегда начинает со сбора анамнеза, со сбора с информацией о жизни пациента, то есть не просто о здоровье, а о жизни, и знакомиться, и складывает картину тела и духа пациента, так сказать, в единое целое. Для того, чтобы был фоновый уровень, фоновый показатель состояния здоровья, дабы дальше двигаться и встречаться с какими-то проблемами, которые будут, а может и не будут. Имея фоновые показатели здоровья, можно посмотреть в динамике, было-стало, или было-меньше-стало-больше, или было, и все равно стало, и тогда это не страшно, то есть никакой динамики отрицательной нет, вот это очень важные вещи. Кроме этого, что еще важно помнить, этот врач, это врач, которому всегда можно позвонить, то есть этот врач становится вашим знакомым, и у него не надо просить Христа ради, что помогите, пожалуйста, когда врач вас вообще никогда не знал и никогда не видел в жизни. Этот врач вас знает, знает состояние вашего здоровья, более того, всегда ожидает вашего звонка и всегда готов прийти вам на помощь советом по телефону, либо при личной встрече. Как выбрать доверенного врача? Ну вот здесь уже все зависит от вас и от ваших взаимоотношений с доктором. Это может быть врач любой специальности, прислушивайтесь к интуиции, прислушивайтесь к внутреннему голосу, с этим врачом должно быть комфортно, должен быть такой полный комплайнс. Этому врачу вы можете доверить абсолютно все свои, даже самые сокровенные тайны, потому что это очень важно, не оставлять ничего за кадром. Кроме этого, когда врач с пациентом начинают общаться в таком или таком режиме, в режиме доверенного, в режиме личного врача, то, как правило, это все начинается с такого углубленного изучения организма человека, его состояния здоровья. Обычно это в рамках избора анамнеза и в рамках медосмотра. И вот после этого, когда этот фоновый показатель составлен, здесь еще важно помнить, что если существует три составляющих в болезни, это врач, больной и болезнь. Так вот, если больной с врачом, значит, они вдвоем победят любое заболевание. В случае, если больной будет с болезнью, значит, ну, врач не получится у него победить эту самую болезнь. Все очень просто, но, тем не менее, вот как-то этому не всегда следует. А если вы врачу доверяете, если вы понимаете, что он знает о вас практически все, о вашем здоровье, то тогда быть с врачом гораздо проще, чем с болезнью. Кроме этого, что еще важно? Понятно, что в договоре будет указан врач и пациент, два конкретных человека. Но всегда бывают какие-то проблемы с родственниками, с родителями или с детьми. То понятно, что если вы зададите вопрос не только о себе, но или о своих знакомых, или о своих родственников, куда, какой маршрут составить с той или иной проблемой, то всегда этот доверенный врач вам поможет советом. Всегда!